Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу показать вам один из маршрутов по нашей Харьковской области, который пролегает от платформы дачи через поселок Эсхар, до Северского Донца, до села Мохнач и оттуда до поселка Генеевка. Если у меня будет время, я еще хочу заехать вовнутрь петли, которые Северский Донецк делает недалеко от платформы Генеевка и на околице села Зидьки. Надеюсь, сегодняшняя поездка будет удачной, по крайней мере погодой, поэтому благоприятствую. Сегодня первый день октября 2016 года и первый по-настоящему теплый день за половину, последнюю половину сентября. Дай Бог, чтобы в октябре еще такие были деньки, то есть сегодня очень комфортно. Сейчас порядка 20 градусов температура, то есть я в летней форме одежды. нахожусь в настоящий момент у реки Уды, возле автомобильного моста, через который дорога от платформы дачи идет в сторону Эсхара. Вот такая здесь пойма. Пойма реки. Ну и дальше сама река Уды, которая протекает из Харькова, через Харьков. И возле поселка Эсхар она впадает в Северский Донецк. Эсхар название производное электростанции Харьков. Когда-то здесь в 30-е годы была построена электростанция, которая снабжала Харьков электричеством. С тех пор и поселок такой здесь существует. Еще это поселок Эсхар. И электростанция в последнее время прославился тем, что здесь в канале сброса воды электростанции зимовала водоросль Пистия африканская, которую аквариумисты, по предположениям, запустили в реку Уды. И по этой реке Пистия добралась до Северского Донца. Перезимовала в канале сброса горячей воды электростанции и оттуда несколько лет терроризировала население, проживающее до Северского Донца, ниже Эсхара, тем, что полностью закрывала зеркало Северского Донца и не позволяла ни рыбачить, ни купаться, ни передвигаться на лодках по реке, потому что это был сплошной зеленый газон. Надеюсь, моя поездка будет достаточно интересной, еще потому что началась уходная таймус. Сейчас выхожу на трассу. До новых встреч! Вот начало населенного пункта Айстад. Вдали дымит труба электростанции. Вблизи я снимать не буду. Наученный горьким опытом прежних съемок ныне стратегических объектов, чтобы не попасть под выяснение личности и цели съемки объекта показалось далека. Едем дальше. От края поселка Эсхар я по асфальтовой дороге ехал, никуда не сворачивая, мимо электростанции. Потом начался частный сектор с левой стороны и этажные дома с правой стороны. По асфальтовой дороге доехал до вот этой развилки. Я сейчас буду поворачивать вот сюда по этой дороге вниз и выезжать к Северскому Донцу. За пятиэтажками, которые стоят справа от дороги, находится стадион. Вот эти пятиэтажки, это ориентир, что за ними нужно поворачивать налево. Едем дальше. Сейчас я нахожусь на берегу Северского Донца, куда я спустился по улочке через частный сектор. Северский Донец, самая крупная река Восточной Украины и главная река Харьковской области. Вдалеке виднеется пешеходный мостик. Через Северский Донец. Сейчас начало золотой осени, поэтому пейзажи вокруг более живописны, чем обычно не бывают летом. Едем дальше. Заинтригованный наличием пешеходного мостика, решил съездить к нему и посмотреть окрестности с этого самого мостика. Вот сейчас я стою посередине этого моста, как раз над руслом Донца. Как мне кажется, надо посмотреть по карте. Может быть, это даже не русло Северского Донца, а канал сброса воды с электростанции Исхара. не уверен. Вот такая красота сейчас. То есть уже одни эти картины говорят мне о том, что я не зря поехал в эту поездку. Едем дальше. На своем верном велосипеде переехал через мостик. И вот какая здесь открылась красота. Это то, из-за чего я жду осень, чтобы наслаждаться разноцветными красками, получать удовольствие от созерцания красоты природы. Сейчас спускаюсь к реке. на противоположном берегу пришертованной лодки рыбаков. Вот такая вот здесь картина. Я стал свидетелем листопада начинающегося самой прекрасной поры осени, которую великий русский поэт Пушкин характеризовал словами, которая полностью соответствует окружающей неслабленности. библиотекая природа вердания. Горец и золото одетые леса. это и есть горец и золото. Сегодня суббота, еще четверг шел дождь, о чем говорит до сих пор не подсохший грунт. Сейчас еду по тропинке, которая ведет от кладбища из Хара до Северского Донца. Когда-то лучшее год она была асфальтирована. Сейчас асфальт полопался и приходится с режима качения переходить режим ходьбы. Извините, одной рукой снимаю. одной держит велосипед, не получается снимать качественно. Подъезжаю к плотине из Хара. За этим поворотом тропинка выходит аккуратно к плотине. Коллеги, которые мимо меня проезжают показывают то, что сегодняшним днем не только один решил воспользоваться. Очень много любителей вело покатушек выехали на природу. На пути к плотине обнаружил наличие источника воды. очень нужная вещь для путешественника. В принципе, можно с собой воду не брать, она в родине. Такая вот картина. Сейчас я нахожусь на плотине, которая ниже Песхара приглаждают течение Северского Донца и подавают уровень воды выше по течению. Вот такая вот картина падающей воды. Зрелище впечатляющее. Дальше Северский Донец продолжает нести свои воды вниз по течению. Вот так выглядит плотина и пейзаж вокруг нее. Осенний пейзаж. Сейчас я перешел плотину нахожусь на левом берегу Северского Донца выше по течению над плотиной. Вот такой отсюда открывается вид. Отправляюсь ниже плотины, оттуда буду еще раз снимать. Сейчас я нахожусь на поляне ниже плотины. вокруг признаки осени золотой. Вокруг шикарная природа. Красота неимоверная, как по мне. Лес уже не такой густой, как летом. Уже солнце пробивается сквозь листву. и вот эта начинающаяся прозрачность она придает лесу свою неповторимую красоту. Вот сейчас я спустился к реке ниже плотины. Вот так плотина выглядит по всем своем величии. на берегу Донца деревья покаяют явные признаки золотой осени. Багрец и золото все чаще и чаще попадаются нам на глаза. Самое прекрасное время для путешествий. Сейчас я нахожусь не вдалеке от плотины ниже по течению Донца. Вот по этой дорожке я сюда приехал чтобы обследовать окраины. Вот противоположный берег. Рыбаки. Елические картины прекрасные виды. то что я ожидал от этой поездки. Я снова нахожусь на правом берегу Северского Донца. Переехал назад через плотину и по правому берегу продолжу свой путь до Мохноча. Перед которым заеду на Суворовский источник. Последние кадры крайние кадры плотины. Следуем дальше. Только что был на партизанской поляне молодежь на велосипедах проезжающей мимо вызвались мне показать где-то находится это место. Так как там очень много народу много машин много велосипедистов которые очевидно там решили провести эти выходные то я не стал их смущать своими съемками. Вот еду вдоль Северского Донца на назад возвращаюсь по маршруту потому что молодые люди горячие они очень быстро пролетели этот отрезок я не успел остановиться чтобы фотографировать окружающие красоты. Сейчас постараюсь максимально вернуться назад и запечатлеть на фото те места которые мне больше всего понравятся пока приходится пока идет съемка приходится одной рукой управлять велосипедом но считаю что картина которая вокруг того стоит это фиерия красок хорошая подсветка потому что часть листуя уже начала подать то есть такую картину летом точно не увидишь такого удовольствия а созерцание окружающей природы не получишь дали буду сейчас я нахожусь на северском данце за крайной одной из баз отдыха небольших вот такие здесь краевиды осень вступила в свою самую прекрасную пору начало золотой осени листья активно падают предыдущие две недели дождей и холода сказались сейчас наблюдается та картина которая в обычные более теплые года наблюдается только где-то в середине октября видно как по-донцуки плывут листья ощущение от падающей листвы которая падает вокруг тебя непередаваемое такое впечатление что попал под дождь из листьев уже только ради этого ради того чтобы видеть это стоило выехать и уже выехать за город и уже это оправдывает сегодняшнюю поездку плюс прекрасная погода вот такая картина открывается измеря красота неимоверная сейчас я нахожусь возле лагеря солнечная поляна территория лагеря огорожена и ворота закрыты поэтому куда можно зайти но я не пойду потому что самое красивое это не лагерь это река и ее берега вот такие виды смотрите завидуйте очередная остановка северского донца здесь все места облюбованы рыбаками то есть везде сделаны какие-то подходы к воде сижи просто сделаны ступеньки вырубаны в крутом берегу эти места очень часто посещают любители рыбной ловли и просто туристы все подходы к воде более-менее удобные заняты компаниями здесь проходят сегодня велослеты клуб также слеты туристов водников очень много народу все спешат использовать эти выходные погожие для закрытия сезона который запомнится до следующего года сейчас я приближаюсь к суворовскому источнику по легенде суворов со своими войсками проходя мимо этого места нашел здесь источник и войска смогли напиться вообще-то вода с большим количеством железа полезна при болезни глаз вот такого цвета здесь древесина железо седает на дереве и накисляется вот купель вот место куда утекает вода вот здесь набирают воду поэтому вот она сливается в так называемый бассейн где можно покупаться табличка о том что освещено этот источник освещен и является лечебным для лечения вас а вокруг осень от суворовского источника подъехал к повороту северского донца здесь маленькая петля и дальше он опять поворачивает направо идет к мох ночью я иду же туда же очередная остановка северского донца напротив положено берегу начинается сосновый лес еще очередная остановка солнце как раз хорошо освещает левый берег донца но оно же начинает клониться к закату поэтому не столь яркое как в полдень надеюсь что красота противоположного берега видна сейчас я нахожусь на мохнащанском мосту вот такой вот мостик деревянный который позволяет автотранспорту переезжать на другую берегу донца ближайший мост достаточно далеко находится вот вот такие этот краевиды все едем дальше снова рад вас приветствовать зрители подписчики моего канала вот сейчас я нахожусь в конечной точке своего маршрута на станции гениевка хотел еще если будет время до электрички проехать внутреннюю петлю внутри петли северского донца в платформе гениевка недалеке от платформы гениевка но освещение ухудшилось дымка на небе закрывает солнце а дело идет к вечеру поэтому там среди деревьев будет темновато поэтому решил ограничиться этой платформой дальше не поеду поеду домой спасибо вам за внимание за то что вы были со мной смотрели мои сюжеты до новых встреч